В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Рунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Мобильный избиратель. Как проголосовать за кандидата не по месту прописки? Комфортная среда. Мнение горожан учтут при выборе территории для благоустройства. Абитуриент 2018. Старшеклассники познакомились с факультетами вузов Москвы, Нижнего Новгорода и Республики Мариэл. Далее расскажем обо всем подробно. 18 марта по всей стране пройдут выборы президента. Глава государства будет избран на 6-летний срок путем равного и прямого всеобщего тайного голосования. В этом году исполнить свой гражданский долг станет намного легче. Проголосовать можно будет не там, где прописано, а там, где живешь или временно находишься. Как это сделать, выясняла наша съемочная группа. Если раньше гражданин не мог в день проведения выборов проголосовать по месту регистрации, ему необходимо было брать открепительное. Теперь этого делать не нужно. На выборах президента России, которые пройдут 18 марта, открепительное удостоверение заменили принципом мобильный избиратель. То есть, по сути, это что? Например, если человек прописан в Сарове, а находится и живет в Москве, то есть он может прийти на любой избирательный участок, подать заявление о том, что он будет голосовать по месту своего пребывания и, соответственно, в день голосования прийти на этот участок и отдать свой голос. Подать заявление можно не только на избирательном участке, но и в многофункциональном центре. А если у вас практически нет свободного времени, это можно сделать и через единый портал госуслуг. Посмотреть, где находится ближайший к вам избирательный участок, можно на сайте Центральной избирательной комиссии. Там есть интерактивная карта, на которой представлены все избирательные участки страны. По Сарову избирательные участки можно посмотреть на сайте администрации в разделе территориальной избирательной комиссии, либо уже ближе к дню голосования вам будут разнесены пригласительные, в которых будет указан адрес участка избирательного. Проголосовать на выборах президента России можно будет и в случае, если вы уедете в отпуск или командировку за пределы Российской Федерации. В 145 странах мира будут открыты 360 избирательных участков. Процесс подачи заявлений и голосования такой же. Если в день голосования вы знаете, что вы уезжаете за рубеж в любую зарубежную страну, соответственно, вы можете также прийти на любой избирательный участок, обозначить ту страну, в которую вы собираетесь ехать и подать заявление. И потом в день голосования, 18 марта, прийти в консульство и также отдать свой голос. Подать заявление о включении себя в список избирателей по месту нахождения можно до 12 марта. Ознакомиться со списком кандидатов можно на сайте ЦИК, а с их программами на официальных сайтах самих кандидатов. Мария Рунч, Владимир Есеников, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Также в день выборов Саровчане определяют общественную территорию, которую в этом году благоустроят в рамках проекта формирования комфортной городской среды. В список рейтингового голосования вошли парк имени Зернова, лыжная база, микрорайоны 15 и 22, детский парк на улице Сосина и зона отдыха на пруду Буровом. Сами горожане должны определить, что и каким образом будет преобразовываться в Сарове. Это отличительная особенность приоритетной программы формирования комфортной городской среды. Поэтому список объектов для рейтингового голосования составлен по результатам опросов, а каждый из дизайн-проектов тщательно обсуждается на общественных слушаниях. Из федерального бюджета на реализацию проекта победителя город получит порядка 17 миллионов рублей. Цифра хоть и ощутимая, но, по мнению специалистов, недостаточная для глобальных работ. На 17 миллионов достаточно комплексно одну территорию парка не благоустроишь. В 17 миллионов это можно в лучшем случае одну зону обустроить. Вообще вот проект парка, который мы хотели бы реализовать, например, имени Зернова, вот в первом приближении там сумма начинается от 100 миллионов. Одна из основных задач привлечения инвесторов для реализации масштабных проектов. Впрочем, если эти поиски не увенчаются успехом, сделано будет ровно то, на что хватит федеральных денег. Освоенные средства, полученные в рамках программы, должны быть обязательно в течение года. Сам федеральный проект рассчитан на 5 лет, и каждый год будет благоустраиваться одна из территорий. В каком порядке это будет происходить, как раз и определит рейтинговое голосование. Голосовать могут и будут, мы надеемся, дети от 14 лет. От 14 лет и старше. Кто-то, кто имеет паспорт, он может прийти на участок и проголосовать за выбор общественного пространства. Отдать свой голос можно за одну или сразу две территории. Сделать это можно будет 18 марта с 8 утра до 8 вечера по тем же адресам, где будет проходить голосование на выборах президента России. Лидия Шулаева, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Саровского школьника наградили почетные грамоты Российского союза спасателей. В Нижнем Новгороде в рамках финала областного конкурса «Новое поколение 21 века» прошла церемония награждения шестерых юных героев региона, проявивших неравнодушие, активную жизненную позицию и личное мужество в экстремальных ситуациях. Трое из награжденных предотвратили совершение преступлений, а воспитанник школы-интерната номер один Андрей Сверидов отличился при спасении людей. Во время пожара в одной из квартир многоэтажного дома одиннадцатиклассник своевременно вызвал пожарную охрану и спас находившегося в задумленном помещении человека. Другая важная информация в подборке коротких новостей. На месте бывшего медвотрезвителя может появиться новая семиэтажка. 21 февраля пройдут публичные слушания по планировке участка между улицами Менделеева и Суворова. Сейчас там планируют построить многоквартирный жилой дом. Городская администрация приглашает всех желающих принять участие в обсуждении нового проекта и поделиться своим видением того, как должен выглядеть этот участок. 27 февраля глава администрации Сырова Алексей Голубев проведет личный прием граждан. Записаться на встречу можно будет во вторник 20 февраля в 128 кабинете здания городской администрации с 8.30 до 17.30. При себе необходимо иметь паспорт. Более подробную информацию можно получить по телефону 9 90 59 и 9 77 70. Анастасия Седова вошла в десятку сильнейших лыжниц гонки на 10 километров на Олимпийских играх в Пхенчхане. Прославленная Саровская лыжница стала восьмой в итоговом протоколе, уступив победительнице гонки норвежки Ранхельхага минуту с небольшим. Ее напарница по команде Анна Нечаевская замкнула десятку лидеров. Следующую гонку Анастасия Седова проведет в субботу 17 февраля. Это будет женская эстафета 4 по 5 километров. Выбор профессии – ответственный шаг в жизни каждого школьника. А качество будущего образования напрямую зависит от выбранного вуза. В Центре культуры и досуга прошел традиционный форум «Абитуриент», на котором будущие студенты смогли задать интересующие вопросы представителям кафедры Саровского физтеха, а также ведущих вузов Москвы, Нижнего Новгорода и Республики Мариэл. Какие профессии будут востребованы в будущем? Есть ли общежития в том или ином вузе? Какие экзамены нужно сдать, чтобы поступить на понравившийся факультет? На эти и другие вопросы старшеклассников ответили представители высших учебных заведений. Цель этого мероприятия – сориентировать абитуриентов в многообразии специальностей. Ребята разговаривают с представителями вузов. Это помогает им определиться и понять, на какую кафедру они хотели бы поступить. В этом году на встречу со старшеклассниками приехали представители сразу пяти вузов из Москвы, Яшкар-Алы и Нижнего Новгорода. В процессе живой беседы старшеклассники могли из первых вуз узнать о правилах приема в вуз, в специальностях и факультетах. Каждый абитуриент старался тщательно усвоить материал, а некоторые успели определиться, в какой вуз будут поступать. Я определилась в Алексеевске, так вышло то, что он сегодня приезжает. Думаю над электроэнергетикой, либо над ядерной физикой, потому что хотел пойти по стопам папы, так как он у меня работает во МНИЕ и заканчивал этот именно институт. Ученикам десятых классов до выпуска из школы еще полтора года. Но перед ними уже стоит серьезная задача – решить, какую профессию выбрать и в какой институт поступить. У вас есть возможность присмотреться и к преподавателям, и к тем вузам, которые уделяют большое внимание в рамках партнерских соглашений и принимают наших выпускников на целевую подготовку. Целевая подготовка играет большую роль при устройстве на работу. Сразу после института студент гарантированно обеспечивает себе место на том или ином предприятии. Но перед тем, как сделать выбор в пользу целевого места, стоит взвесить все за и против. Ирина Вышегородцева, Владимир Есеников, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24. В библиотеке имени Маяковского прошла презентация «Книги сестры», которая вошла в состав большого проекта творческого объединения «Мир». Благодаря победе в международном конкурсе «Православная инициатива» авторам удалось собрать множество уникальных фактов о жизни дивеевских монахинь в годы гонений на церковь и оформить их в целое литературное произведение. Спектакль, выставка, а теперь и книга-рассказ о жизни 30 сестер-монахинь Серафима Дивеевского монастыря, которые были репрессированы и сосланы для отбывания наказания в Карагандинский лагерь. Людмила Гайченя считает, что это произведение дополняет проект документальными фактами и придает ему завершенность. Ну не всех есть возможность, допустим, не все попадут на спектакль, но кто-то может взять в руки книгу, заинтересуется и как-то начнет этот вопрос более глубоко изучать. Работа над книгой велась параллельно с постановкой спектакля и организацией выставки «Белые платочки». Фотографии, видеозаписи, воспоминания современников. С апреля по ноябрь 2017 года авторы Аль-Монаха по крупицам собирали сведения о репрессированных монахинях. Мы работали с информацией, которая существовала в открытых источниках, просто она была разрознена. В интернете есть несколько баз данных по репрессированным. Любые совпадения в именах и пересечения в датах подвергались анализу, но не все имена удалось восстановить. Авторы оставили список монахинь и проект открытым. Исследовательская работа будет продолжаться. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Совсем недавно в нашем городе прошел финал конкурса «Театральный марафон профессий». Команда 11-й школы представила зрителям и членам жюри свое видение профессии режиссера. В результате ребята получили самые высокие оценки и заслуженное первое место. А также стали обладателями сертификатов на право стать героями репортажей канала 16. Глядя на фотографии семьи участниц команды 11-й школы, сразу понимаешь, что девочки Даша и Вера вместе буквально с пеленок. Первый шаг, первый диплом, первые спортивные победы и первый урок. Поэтому на предложении принять участие в театральном марафоне профессий семьи Рыжовых и Чумаковых согласились не раздумывая. Нам нужно было выбрать профессию, которая на сцене бы передавалась постоянным движением, потому что мы все четверо очень активные, с жизненной позицией люди. И выбор пал на профессию режиссера. Сценарий родился быстро. Да и сама идея постановки не заставила себя долго ждать. Участницы команды решили показать то, как можно превратить обычную подготовку домашнего задания в костюмированные представления и при этом с легкостью выучить части речи русского языка. Из жизни, сюжет из жизни. На самом деле, когда была такая проблема, надо было запомнить честь и речи. Мы вот, я еще младше у нас дочка, мы втроем вот так вот их запоминали. Мы двигались, мы создавали образы. Главное не победа, а участие считают многие. Но Вера с Дашей и их мамы с этим полностью не согласны. В портфолио девочек огромное количество дипломов за первые места в творческих конкурсах. А если нужно выступить на сцене, то команда сразу же начинает готовиться к репетициям. Конкурс «Темп» развивает актерские способности и умение держаться на сцене, не бояться зрителей. Замечательный конкурс «Темп» развивает доверительные отношения ребенка. И я считаю, что доверительные отношения в семье. И такие конкурсы только благоприятно влияют на отношения детей и родителей. В своем плотном графике увлеченные мамой дочки всегда находят время для семейного отдыха. В каникулы и выходные выезды на природу и прогулки на свежем воздухе. А после со свежими силами в учебу и творчество. Дарья Цапорыгина, Владимир Есенников, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Лучший подарок, конечно же, мед. Эти слова из известного мультфильма уже давно претендуют на статус народной мудрости. И это неудивительно. Натуральное лакомство хранит в себе природные секреты здоровья и долголетия. А мед с пасеки пчеловодов Михайловых еще и отличается богатым ассортиментом сортов и вкусов. Но найти лакомство по душе можно в Центре культуры и досугов НЕФ. Там начала свою работу выставка «Медовая феерия». Пчеловоды Михайловы вновь в нашем городе. В Центре культуры и досугов НЕФ с 15 по 18 февраля проходит ярмарка «Медовая феерия». Те, кто однажды приобрели здесь мед, уже с нетерпением ждут возвращения Михайловых в Саров. И такая популярность этого меда вполне понятна. Пчеловоды лично следят за качеством продукта и предлагают покупателям только самое лучшее. Есть на ярмарке и популярный и доступный цветочный мед. Всего 300 рублей за килограмм. Эталон меда липовый. Мед с прополисом и маточным молочком. Гречишный мед. Мед диких пчел, а также редкие сорта этого натурального лакомства. Например, хвойный мед. Собирается он не с цветков, а собирается с медвяной рысы. Чем он полезен? В нем очень мало содержания белка и очень большое содержание йода и минеральных солей. А йод – это очень хорошо для щитовидной железы. Хорош хвойный мед и для укрепления иммунитета. Отличным профилактическим средством в канун сезона простуд станет и мед с пиргой. Настоящий кладезь полезных веществ. Очень большое количество минералов и биологически активных веществ, которые присутствуют в пирге, дают такой эффект, что поднятие иммунитета. Впрочем, какой бы мед вы не выбрали, любой из сортов поможет вам сохранить здоровье. Всего одна чайная ложка в день укрепит ваши кости и суставы, сделает сильнее ваше сердце, приведет в порядок нервную и эндокринную систему и нормализует работу желудочно-кишечного тракта. А что уж говорить о простудных заболеваниях. Тут мед просто незаменим. Он поможет справиться и с температурой, и с насморком, и с кашлем. По душе детям и взрослым придется мед с ягодами. А для ценителей лакомства – мед в сотах. И традиционно на ярмарке «Медовая феерия» вы сможете приобрести продукты пчеловодства. Прополис, пыльцу, пергу, мази для суставов и маточное молочко. Спешите! Ярмарка работает в Сарове всего несколько дней – с 15 по 18 февраля. Вас ждут в Центре культуры и досуговнеев с 10 утра до 6 вечера. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте саров24.ру. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей!